Паром Эстония затонул в 1994 году в результате одной из крупнейших морских катастроф 20 века. Трагедия, случившаяся более четверти века назад, стала третьим по смертности крушением корабля в мирное время, после затопления лайнера «Титаник» и танкера «Вектор». Подробности катастрофы, унесшие жизнь 852 человек, смотрите в этом видео, не переключайтесь. В 1980 году с западно-германской верфи Майерверфт в Папенбурге сошел круизный паром. Тогда он еще не был в Эстонии. Заказчик – норвежская судоходная компания, планировавшая круизы между Норвегией и Германией. В какой-то момент клиент отменил заказ и контракт перепродали финской судоходной компании Редери Апсали, входящей в консорциум Викинг Лайн. Судно получило название «Викинг Сали» с 1980 по 1990 годы и приступило к работе на маршруте «Турку-Стокгольм». Почти десятилетия паром следовал между Финляндией и Швецией. В конце 1987 компания Редери Апсали, испытывавшая финансовые трудности, перекупил конкурент. С окончанием предыдущего чартера судно переименовали и дали новое название «Силия Стар», но маршрут следования остался тем же. В 1991 году корабль вновь сменил название «Васса Кинг». С 1991 по 1993 отправился на маршрут, соединяющий Вассу Финляндия с Унцвалем в Швеции. По отзывам того времени, «Васса Кинг» был паромом, показавшим лучшие характеристики на маршруте в штормовую погоду. В 1993-м «Васса Кинг» переходит в собственность шведской эстонской судноходной компании под названием «Эстония» для круизов Таллинн-Стокгольм. У Эстонии государство, только получившего независимость, паром «Эстония» стал самым большим кораблем, он символизировал независимость. Характеристики судна можете посмотреть ниже. 27 сентября 1994 года паром «Эстония» отправился в ночной рейс из Сталина в Стокгольм. Он вышел из порта около 19 часов 15 минут с 989 пассажирами, экипажем, а также транспортом, пришвартованным на борту. Ему предстояло пройти маршрут за 15 часов. Первые часы корабль шел в прибрежных водах, море было беспокойным, но вскоре береговые службы передали штормовое предупреждение. Зона низкого давления двигалась от Осла на восток и ожидалось, что по всему маршруту Эстонию будут сопровождать дождь и штормовой ветер. Штормовая погода случается на Балтике десяток раз за осень, но для такого типа паромов не считается чем-то экстремальным. На Эстонии на штормовое предупреждение не среагировали и пассажирам о нем тоже не сообщили, понимая, что шторм может пройти стороной. Единственное, что сделала команда, это проверило крепление автомобилей во избежание повреждений, если шторм начнется. К 22.00 Эстония прошла мимо маяка на острове Осмусаар и вышла в открытое море. Погода ухудшалась, судно сбросило скорость с 19 до 17 уздов. В 22.00 дежурный сделал обход и передал на мостик, что все нормально. К 23.00 мимо Эстонии прошел паром Мариэлла. Примерно в час ночи пассажиры, угулявшие в баре, услышали стук металла. Волны били о борт, но индикаторы рампы и носового визора показывали отсутствие проблем. Из-за качки большая часть пассажиров уже разошлась по каютам. Следующие 10 минут металлические звуки продолжались. Предположительно, в час ночи 15 минут носовой визор отделился и упал на погрузочную рампу. Корабль сразу же дал крен на правый бок. Первоначально около 15 градусов, но уже через 15 минут он составлял 60 градусов, а к часу ночи 50 минут 90 градусов. До остановки двигателя Эстония успела повернуть влево и замедлить ход. Однако поток воды уже заливал автомобильную палубу, лился через люк кают и массивные люки шестой палубы. В час ночи 22 минуты корабль передал сигнал бедствия. Из-за плохой связи и потери питания радист не сумел отправить координаты. В час ночи 24 минуты передали второй сигнал и сообщили местоположение, но уже в час 58 паром пропал с радаров. Место затопления 41 километр от финского острова Утё на глубине 74-85 метров. Первым на место трагедии прибыл паром Мариэлла. В 2 часа ночи 12 минут. Первоначальный сигнал от Мариэллы был неправильно распознан берегом и полномасштабную спасательную операцию развернули только в 2 часа 30 минут после второго сигнала. С парома на воду спустили спасательные плоты, но в штормовом море они оказались неэффективны. Удалось принять только 13 человек. В 3 часа ночи 5 минут прибыл первый спасательный вертолет. Ему удалось спасти 44 человека. Пришедший к месту крушения паром Изабелла вытащил из воды 16 потерпевших. Всего на место трагедии прибыло 5 судов и 29 вертолетов. Но из-за плохой видимости ночью они не смогли рассмотреть людей в волнах моря. Часть из них, кого вытащили, умерли от переохлаждения. Температура воды в эту ночь составляла 10-11 градусов. Всего в круиз отправилось 989 человек. В результате кораблекрушения на пароме Эстонии погибли 852 из них. Спасательные бригады вытащили из воды 138 человек, из которых один скончался в больнице. Подняли и опознали 94 тела. Ненайденными считаются 757 человек. Паромы спасли 34 человека. Вертолеты 104. Из них членов экипажа 43 и пассажиров 94. Из них мужчин 111. Женщин 26. Среди спасенных мужчин 81 человек в возрасте от 20 до 44 лет. Среди женщин таких всего 20. Среди погибших самыми известными считаются певцы эстонец Урмос Алендер и швед Пьер Исаксон. Тело первого не было обнаружено, а второй был среди тех, кого успели поднять, но он умер. Считается, что около 650 пассажиров остались в каютах корабля на момент затопления. Они не смогли выйти из-за крена судна. Пресса приводила данные о 8 людях, которые присутствовали в списке выживших, но вскоре из них исчезли. Все они были членами команды. Самый известный Аво Пихт. Это один из капитанов парома Эстония. В ту ночь он был в качестве пассажира. Расхождения первого и второго списка могли бы считаться невнимательностью, но фамилии и имена спасенные называли сами. Кроме того, Пихта видели в ролике, выпущенном каналом новостей. Кроме капитана в списке были четвертый помощник, четвертый механик, старший механик, корабельный врач, директор одного из магазинов и две танцовщицы из корабельного ресторана. Если верить теории заговора, то этих людей могли устранить как свидетелей чего-то. Их родственники, поначалу общавшиеся с прессой, вскоре перестали давать интервью, мотивируя это разочарованием ходом расследования. Официальный отчет расследования обстоятельств кораблекрушения опубликовали в 1997 году. Ответственность разложили на оторвавшийся визор. Замки вышли из строя от воды. Визор оторвался, приоткрыв аппарель. В результате вода попала на палубу, где стояли транспортные средства. Из-за смещения массы корабль дал крен и затонул. Для составления отчета привлекали водолазов и оборудование норвежской компании Rockwater AS. В отчете отметили, что первый раз стук металла могли слышать, когда носовой визор отрывался, а затем, когда он ударился о корпус. Также критиковали действия экипажа за то, что не снизили скорость после того, как услышали шум. И суда верфь за то, что паром не предусмотрен для шторма. Верфь, построившая корабль, настаивала, что проблема не в плохой конструкции корабля, а в плохом обслуживании и чрезмерной скорости в момент катастрофы. Семьи погибших просили поднять судно, чтобы забрать тела для захоронения на суше. Но правительство решило, что это дорого и вместо этого предложило засыпать корабль тысячами тонн песка и гальки. Через год, в 1995-м, правительствами восьми стран было подписано соглашение, запрещающее гражданам приближаться к судну и объявившим место его затопления официальным местом захоронения. В списке подписантов, кроме Эстонии и Швеции, также указаны соседствующие государства. Это Финляндия, Дания, Латвия, Польша, Россия и Великобритания. Как всегда, после великих катастроф возникает теория заговора. Они базируются на очевидных нестыковках официальных отчетов и анализе сопутствующей информации. После гибели парома Эстонии возникли четыре альтернативные теории. Первая. Корабль перевозил наркотики или предназначенную ЦРУ или Ми-6 украденную технику, составленных советскими военными баз в Эстонии. Вторая. На судне тайно перевозили 150 иранских курдов внутри транспортных средств, отчего балуба оказалась перегружена. Третья. Причина катастрофы – теракты, заложенные на корабле бомбы. Четвертая. Учения НАТО в этом районе Балтики могли заблокировать связь, поэтому тонущая Эстония не предложила помощь. Кроме того, есть версия о столкновении Эстонии с подводной лодкой. Сам факт того, что к месту затопления запрещено приближаться, уже работает на теорию заговора. Среди критиков официального отчета выступила судостроительная компания «Майерверф». Профессиональные водолазы, посчитавшие качество предоставленных снимков бортов судна очень низкими и подверглись обработке, а также родственники погибших. В 2006 году независимые отчеты предоставили эстонская правительственная комиссия и эстонский Райгикоку. Они перепроверили официальный отчет и изучили версию о перевозке оружия на борту. Следственная комиссия не пришла к однозначному выводу, но государственный прокурор настаивал на поднятии остатков судна для установления точной причины крушения. Новое официальное расследование начали после выхода шведского документального фильма «Эстония. Открытие, которое меняет все». Группа под руководством шведского писателя и журналиста Хенрика Эверсона использовала дистанционно управляемых подводных роботов для изучения места крушения. На кадрах в корпусе судна видно пробоины, о которых в официальном отчете ни разу не упомянулось. Ее видимая длина составляет 4 метра, ширина 1,2 метра. Края пробоины затянуты внутрь. После выхода фильма 28 сентября 2020 года премьер-министр Эстонии Юрий Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дали пресс-конференцию для журналистов, пообещав провести новое техническое расследование. Родственники погибших учредили фонд Море Либерум и начать частное расследование гибели парома. Руководит фондом Маргус Курм, бывший государственный прокурор Эстонской Республики. Он возглавлял комиссию по расследованию гибели парома Эстония, сформированную правительством с 2005 по 2009 год. В ходе расследования экспедиция попыталась найти ответы на вопросы о том, почему и когда Визар отсоединился от корабля, насколько открылась аппарель перед затоплением, какие повреждения были на палубе и что их вызвало, почему повреждены стенки кормовой и автомобильной палубы, есть ли на корпусе другие неизвестные повреждения, что находится на дне вокруг точки падения корпуса и мог ли он повредиться от удара о скалистые части дна. Водолазная экспедиция планировалась на сентябрь 2021 года. Подводные работы должны были изучить место катастрофы и составить 3D-модель. Финансирование велось за счет пожертвований от родственников погибших. О результатах работы фонда информации пока нет, но шведские документалисты, выпустившие фильм 5 сентября 2022 года, апелляционным судом признаны виновным в нарушении неприкосновенности места захоронения. Суд приговорил их к штрафу, к пропорциональному доходу. В феврале 2021 года суд Гетеборга установил, что режиссер фильма Хенрик Эвертсон и специалист по блоководной съемке Линус Андерсон совершили действия, наказуемые с точки зрения действующего закона Эстонии, но их нельзя признать виновными, так как судно находилось в международных водах и шло под немецким флагом, а Германия не входит в число стран, подписавших соответствующее соглашение. Апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение, на том основании, что создатели фильма – граждане Швеции. По новому решению они признаны виновным. Защита неприкосновенности места погребения важнее, чем защита свободы слова, говорится в решении суда. За годы, прошедшие с момента катастрофы, паром у Эстонии установили несколько мемориалов. На самой северной точке острова Хаймуа в Эстонии установлена 12-метровая металлическая конструкция, напоминающая раму. Скульптор придал ей наклонное положение, как будто она тонет. В центре закреплен колокол. Он отрегулирован так, чтобы звонить, когда порывы ветра достигают тех величин, при которых затонул паром. Автор, скульптор Мати Кармин. Мемориал открыт через год после трагедии. Место для его установки выбран старинный маяк, расположенный на острове. Памятник в Таллине, рядом с портом, установленном в 1996 году. Скульптор Вилу Янисо и Йорма Муакала. Мемориал представляет собой стелу в виде половины арки. По замыслу авторов, это символизирует оборвавшийся жизненный путь погибших. На стеле указаны имена пассажиров и членов экипажей дата гибели. Также памятники установлены в других местах на островах Саарема и Юргарден. В городах Перну и Выру. Поселки Кадрина. В Эстонии кораблекрушение сняли ряд документальных фильмов музыкантов. Оно вдохновило на создание музыкальных произведений. В 1994 паром Эстония привлекал внимание к количествам жертв катастрофы, сравнимых с гибелью Титаника. Но всего через два года, в мае 1996 года, на озере Виктория, недалеко от Танзании, затонул танзанийский пассажирский паром Букоба. Погибло около 1000 человек. 443 в каютах 1 и 2 класса и неуточненное количество людей, вдывших 3 классом. 26 сентября 2002 года у берегов Гамбии затонул пассажирский паром МВЛ Джола. Катастрофа унесла 1863 жизни. Выжило только 64 человека. Несмотря на попытки обезопасить пассажиров, морские путешествия по-прежнему остаются рискованными. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Силюя, Еруопа. Силюя, Европа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok